итак завтрак закончен и сейчас встал вопрос чем заниматься потому что есть и работа есть еще интересные вещи которые мы хотели бы сделать justice хотел бы сделать вот есть вариант что мы поедем снимать видео для его канала второй вариант мы поедем в денисову пещеру место где были найдены на сегодняшний день самые древние останки самых древних людей так что сейчас решим и дальше будем действовать ну и как тебе здесь принято было решение что поедем снимать видео для джастиса так что мы сейчас вам покажем как это происходит всем привет две недели назад я начал записывать серии видео чап для взрослых я хочу с вами поговорить о некоторых рутинах или привычках или навыках так скажем самообразование взрослой жизни образование не должно заканчиваться на 11 лет школа или четырех лет института должно быть какие таким постоянным жизненной привычкой так скажем да то есть вот вы только что посмотрели часть с канала джастиса вокера и сейчас мы вам покажем как это было все записано что называется бэкстейдж когда ты смотришь уже готовы смонтированный ролик тебе кажется все так складно и ладно и все хорошо но когда на самом деле ты знаешь как это записывается с каким трудом с какими усилиями много раз одной из тоже что-то не получилось перезапись то ты на самом деле начинаешь ценить ведь это нелегкий труд надо сказать по гостям он грустный не может лопать и не быть грустным что сделаем проверку микрофона сначала раз два три 4 5 вышел заяц погулять серия чап для взрослых вот и я обещал что будем это серию там быстро записывать все и как всегда у меня получили задержки но это задержки оправданная несколько раз старался начать это серии и как-то записывал и чем там одно второе видео третье видео и как-то вот все не получалось именно вот как тут суть все разобраться чтобы и чтобы это как-то все компактно было интересно вот поэтому сегодня решил все выкинуть насмарку и начать заново поэтому сегодня я хочу с вами поговорить по поводу того что это очень дурацкое вступление и всем привет несколько недель назад мы начали серия чап для взрослых и я хочу сейчас эта серия продолжит на самом деле я уже и я хочу сейчас эта серия продолжит на самом деле я уже записывал несколько два или три видео в этой серии и никак они мне не нравятся потому что нужно ее кормить хорошую пищу на помойку и для вас только самое лучшее в общем Юле все это надоело и она быстренько удавилась от нас всем привет две недели назад я начал записывать серии видео по поводу самообразования так называемая чап для взрослых я надеюсь что в этой серии видео будет такой вот как бы несколько привычек или навыков или обсуждения еженедельной ежедневной практики которые человек может сделать я делаю я вам предлагаю делать для продолжения своего самообразования для продолжения своего образования взрослой жизни дубль 4 все готов все ты удалила 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 все корзину готов 3 4 всем привет две недели назад я начал записываю такую серию чап для взрослых это серия видео с такими инструментами или привычками ежедневные еженедельные привычки для продолжения самообразования в взрослой жизни вот я надеялся что мы будем записывать сразу вот так подряд несколько видео там все выкладывать быстрым темпом идти на самом деле записывал но не выкладывал потому что те 2 или 3 видео которые я записывал просто они мне как-то не очень нравились поэтому сейчас постараюсь как сказать продолжить эту серию всем привет две недели назад я начал записывать серии видео чап для взрослых где я хочу с вами поговорить о некоторых рутинах или привычках или навыках так скажем самообразования взрослой жизни образование не должно заканчиваться на 11 лет школа или 4 лет института оно должно быть каким таким постоянным жизненной привычкой так скажем да то есть и я записывал несколько видео 2 или 3 видео по поводу чап для взрослых в протяжении последние две недели и выкинул их на смарку просто удалил их потому что я так посчитал что они не были достойны вас похититель нашего времени да потому что опять же время столько же всегда 24 часа в сутки она никуда не это констант но наше внимание определяет кпд потраченного времени и это очень очень важно вообще в принципе в жизни но вот так записываются те знаменитые видео которые вы видите на интернете на канале ютуба джастаса волкера я всегда был человек который в принципе неплохо справлялся вы стали частью процесса джастас ну что ты скажешь тяжело записывать видео бывает тяжело бывает тяжело я как во всем нужно делать видеозапись как допустим отвечать на вопросы вконтакте или кто на почта или там другие социальных сетей нужно это делать блоками то есть не нужно там записать одно видео и все нужно потратить на это внимание и время допустим там часа полтора два записать четыре пять видео и все потому что первое видео всегда самое сложное вот точно также допустим с ответом на электронную почту или соцсети что просто если ты выделишь на это 30 минут каждый день вот то это кпд намного больше чем если ты будешь тратить на это там пять минут много-много-много-много-много раз в течение всего дня то есть поэтому как бы как-то вот так вот ну все больше не будем им мешать они будут продолжать дальше записывать а мы займемся своим делом а это мы уже сменили локацию и записываем видео для второго сюжета всем привет продолжаем серия по поводу чабы для взрослых некоторые навыки и советы и идеи как продолжить свое самообразование взрослой жизнь у меня приехал ко мне в гости мой хороший друг из новосибирска павел свистянов смотрите его канал смотрите его канал он не дал так вот такие вот фигни видите вот такие вот типа говорит bluetooth 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 там чуть голубой зуб какой-то там типа это как это колдовство и она поможет тебе записать хорошее видео и в первом видео увидели то что у джастиса был конденсаторный микрофон который был присоединен к телефону в этом видео я уже дал ему те самые наушники airpods и теперь он может спокойно отойти на более далекое расстояние жестикулировать и все это хорошо попадает в кабель обмани по богатству народов очень тяжело поднять потому что в каждом нашем обмене есть ложь и в каждом нашем обмене есть обман подожди подожди я вижу как мозги взрываются там остановимся остановимся на этом поговорим по этому чуть-чуть да смотрите если если я обменивалась барменным путем я обмениваюсь на прямой за какой-то товар или услугу если я использую денежную экономику если я член часть денежной экономики то я обмениваюсь допустим с тобой через валюта вот через день то есть я должен сначала поменять свой свой сыр на какую-нибудь валюту и потом эту валюту с тобой поменять допустим на каких-нибудь там что ты производишь корзинки айфоны еще что-то должно происходить вот как то так записываются эти знаменитые ролики поэтому я надеюсь что вам это было информативно полезно и понравилось подписывайтесь на канал и смотрите продолжение этой замечательной серии передач вот я я в в в в Продолжение следует...